Путь к шедевру Свои навыки ученики художественных школ продемонстрировали на первом окружном конкурсе набросков. Лучшие из них теперь можно увидеть на выставке в Одинцовской историко-краеведческом музее. В ДШИ «Классика» этот конкурс проводится уже три года. Сочтя опыт интересным, решили выйти на уровень округа. Делает набросок за определенное количество времени. То есть это не просто так. Он должен увидеть, во-первых, сложить сразу в своей голове картинку, создать образ, который он потом перенесет на лист бумаги. Мало того, что он ограничен во времени, он еще должен показать свои навыки. Это знание пропорций фигуры человека, владение материалом, то есть либо карандаш, графический материал, либо акварельные краски. Рисунки делались с натуры всего за 15 минут. Юным художникам позировали профессиональные актеры. Самым сложным оказалось уловить образ и историю, рассказали ребята. У меня на работах изображены женщины из деревни. И да, действительно, одна с корзинкой и две с цветами. Мне кажется, на одной из работ произошло что-то, возможно, немножко грустное. И они это обсуждают. А на второй они пошли погулять в лес. На моей двухфигурной акварельной композиции я изобразила двух деревенских крестьянских девушек, которые, вероятно, стоят и ждут своих родных и близких с войны, вероятно. Я пофантазировала, представила себе эту картину и вложила всю душу в мой рисунок. Была очень рада изобразить такие сложные тона на юбке девушек. Мне очень понравилось. Кроме набросков, ученики Дыши и Классика представили свои работы в жанре декоративно-прикладного творчества. Фольклорная роспись, картины из ниток и сухих листьев, лоскутные куклы. Вторая часть – это выставка декоративно-прикладного искусства. Поскольку этот год в России объявлен годом народной культуры, это как раз тоже первое открытие в этом году, когда мы представляем детские работы на тему народного творчества. Это наши северные росписи. Очень разнообразно. Можно познакомиться с этими великолепными узорами, картинками, рисунками. Юных художников наградили в нескольких возрастных группах. Организаторы уверены, что у конкурса обязательно будет продолжение и успех. А посмотреть работы можно в Одинцовском музее до 4 мая. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.